В эфире «Панорама Севера» в студии Елена Гончарова. Здравствуйте! Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok На этой неделе работы должны начаться в Северном округе, а уже в начале мая в центре Архангельска на улице Тиме. Для православных христиан начинается период Светлой Седмицы, время празднования Пасхи. Всего православие Пасхи продлится 40 дней, вплоть до Вознесения, которое в этом году будет отмечаться 29 мая. Все это время верующие будут приветствовать друг друга словами «Христос воскресе!» «Которыми мы прославляем Господа. Так должен свет ваш внутренний светиться, говорит Господь в Евангелии, чтобы люди видели ваши добрые дела. Тогда они прославят Отца Небесного. Я хотел бы, чтобы на нашем севере было больше добрых дел, больше добрых дух человеческих, больше было бы тогда у нас улыбок, радостных глаз. Ну и, конечно же, в этот день все стремятся идти в Храм Божий. Именно в Храме дается нам эта энергия, эта благодать, которая способна помочь человеку преодолеть те трудности, которых много в нашей жизни, у каждого из нас. Я желаю каждому вот этой божественной благодати. Благодать переносит радость, и тогда Пасха действительно становится самым большим днем нашей жизни. Еще раз, Христос воскресе! Воистину воскресе! А накануне в ночь с 19 на 20 мая в Михаило-Архангельском кафедральном соборе митрополит Архангельский Холмогорский Даниил совершил пасхальное богослужение. Тысячи верующих встречали самый важный праздник православных христиан – Светлое Христово Воскресение. Чарующая душу предвкушения пасхальной ночи охватывает прихожан с первых минут богослужения. Впервые пасхальная служба проходит в строящемся Михаило-Архангельском кафедральном соборе. Сотни верующих разделили радость светлого праздника. Воскресение Христово – это истина. Для всех своя истина, для верующих – это истина, что Христос воскрес и искупил все наши грехи. И мы радуемся вместе с Господом во славе. Такие праздники, они все-таки способствуют приобщению к церкви, душа тянется. Для меня это значит многое. Не знаю, как для всех, но лично для меня многое. В моей жизни что-то меняется, и я знаю, что меняется к лучшему. Пасха Христова принесла с собой благою весть. Из уст в уста она передается прихожанами. Христос воскресе! Христос воскресе! Григорий Богослов пишет, что этот праздник равняется солнцу. Все остальные праздники – это как маленькие звездочки. Праздник Пасхи – основа нашей жизни, основа христианства и основа мира. Впервые на Дархангельском звучала пасхальная песня колоколов всех звонниц строящегося собора. Великий символ божественного присутствия, символ надежды и непобеждаемой веры. Мария Воробьева, Дмитрий Люканов, Панорама Севера. В старину в Светлую Седмицу было принято совершать великодушные поступки. Подарки бездомным в пасхальную неделю раздавали в Новодвинске. Эта акция стала традиционной и организовали ее специалисты комплексного центра социального обслуживания. Подробности в репортаже Нины Стадульской. К намеченному часу на вручение пасхальных подарков подошли более 20 человек без определенного места жительства. Каждый из них получил праздничный набор. Суп быстрого приготовления, печенье, пасхальное яйцо и мыло. Стараемся облегчить технику, ведь при всем том они все равно жители нашего города. Ведь что тут, ну не уйдешь от этой проблемы никуда. И ждем, ждем мы, когда у нас власти повернутся лицом к этой проблеме и хоть как-то посодействуют в решении многих вопросов. Согласно статистике, в Новодвинске зарегистрировано около 160 людей без определенного места жительства. Специалисты комплексного центра социального обслуживания тесно работают со многими из них. Помогают восстановить паспорт, пройти медкомиссию. Оказывают помощь и в оформлении социальной пенсии. А также привлекают их к труду на пользу города. Вот сейчас немножко погода пообсохнет, лучше будет. И организуем ряд субботников на территории города. Вот уже заявки поступили. Многие из этих людей уже не раз пожалели о своей судьбе. Но, к сожалению, возврата обратно у них нет. Сгладить хотя бы немного тяжелую жизненную ситуацию, дать возможность по-человечески встретить праздник, как раз позволяют данные акции. На днях в Котласе с дружеским визитом побывал ответственный секретарь Совета ветеранов 28-й Невельской краснознаменной стрелковой дивизии. Сыктывкарец Сергей Тоскаев. Главная цель его приезда в наш город – наладить былые связи с катлашанами. 28-я Невельская краснознаменная стрелковая дивизия за годы войны прошагала от Андреаполя до Прибалтики и завершила свой боевой путь под Будапештом. Он меня очень давно просил, говорит, поедь в первую школу. Инициатором приезда в Котлас Сергея Тоскаева стал ветеран Великой Отечественной войны, сержант связи той самой легендарной 28-й Невельской дивизии, проживающей в республике Коми, Иван Петрович Конюхов. Во многом благодаря ему много лет назад между Сыктывкаром и Котласом завязалась крепкая дружба. Затем связь была утеряна. И вот сейчас, когда до 70-летия Победы осталось чуть больше года, Сергей Тоскаев приехал, чтобы возобновить отношения. И, собственно говоря, мы пригласили школу-интернат, с которой был дружен Конюхов. Мы пригласили работников Краеведческого музея, советы ветеранов, с тем, чтобы подумать, как можно было бы вот эту работу продолжить. За разговорами нахлынули воспоминания. И Сергей Тоскаев рассказал, как зимой 1942 года с нашей Котласской земли в составе вновь сформированной 28-й стрелковой дивизии вместе с котлашанами уходили на войну и жители республики Коми. В их числе Иван Конюхов. Как рассказывает Конюхов, он говорит, мне пришла повестка, колхоз выделил двух лошадей, дали две санки-розвольни. И вот мы в Яринске, нас погрузили на открытую платформу, и вскоре мы прибыли в Котлас. Здесь началось формирование. 28-я Невельская краснознаменная стрелковая дивизия за годы войны прошагала от Андреаполя до Прибалтики и завершила свой боевой путь под Будапештом. В мемуарах Иван Петрович Конюхов вспоминает, что самая кровопролитная битва с фашистскими захватчиками прошла под городом Невель. После этого боя дивизия стала именоваться Невельской. Мы хотели бы вам сказать спасибо, что вы приехали. Нам действительно очень интересна эта тема, и мы бы хотели побольше о ней узнать. Конечно же, котлашане чтут память о 28-й Невельской дивизии. У нас есть улицы с одноименным названием, есть уголок боевой славы в железнодорожном интернате и есть люди, благодаря которым подвиг этих солдат до сих пор не забыт. Совет ветеранов издал вот эту книжку «Фронтовые дороги котлашан», в которой, конечно, есть и очень, ну немного, немного и о 28-й Невельской дивизии. В письме, которое Иван Петрович Конюхов адресовал по большей части котловской молодежи, он пишет, «Нас, ветеранов, остается все меньше и меньше, и мы надеемся, что наши правнуки будут дружить так же, как дружили мы». Апрель для книголюбов месяц насыщенный. Его открывала неделя детской книги. 23 апреля – Всемирный день книги и авторского права. 25-го в России пройдет «Библионочь», а 19 апреля впервые в нашей стране свой праздник отмечали книгоиздатели и полиграфисты. Сегодня рубрику «Тема дня» мы посвятим северной литературе. Знают ли архангелогородцы наших писателей, а главное, читают ли? Об этом в опросе Инги Швецовой. Ну, Писахов сказки, Абрамов что-то, что-то из школьной программы. Писахова, Федора Абрамова. А какие произведения можете назвать? «Пелагея Алька», «Прошиша». Я была на спектакле «Пелагея Алька» по Федору Абрамову. Мне очень понравилось это произведение. Ну, трагическое такое, но в то же время за душу берет. Прежде всего, вообще для общего развития надо изучать, да, потому что она, мне кажется, так несколько отличается от общепризнанной классической какой-то литературы. Писахова, очень много там перепелиха, ну, очень много у него рассказов, басен очень много. Мы в школе читали, и очень много интересного, и очень много раз перечитывали, и всегда было весело читать его рассказы. Насколько вас требовано у читателя произведений северных писателей? Об этом мы спросим эксперта рубрики «Тема дня», директора литературно-издательского центра «Лоция» Тамару Овчинникову. Тамара Валентиновна, добрый день. Здравствуйте. Скажите, как часто издаются наши северные литераторы? Достаточно часто, буквально на днях, было открытие выставки «Обязательный экземпляр», так как мы законопослушные граждане и должны по закону с каждого тиража отправлять определенное количество экземпляров в Российскую книжную палату и в Архангельскую книжную палату. Так вот, на выставке «Обязательный экземпляр» в библиотеке имени Добролёва было представлено более тысячи наименований книг, которые были выпущены в Архангельской области. Насчет востребованности. Вот здесь вопрос немножко другой плоскости надо рассматривать. Дело в том, что мы говорим о том, что авторы хотят, чтобы их произведения были выпущены. Но знают ли они, кто будет читать эти книги, это уже вопрос немного другой, маркетинговый. И вот тут вот есть разрыв между тем, что выпускают авторы и тем, что читают люди. Тамара Валентиновна, скажите, как вы считаете, появились новые талантливые писатели за последнее время? Да, если брать в сравнении, например, с советским временем, когда много выпускалось литературы северо-западным книжным издательством, и она была востребована в общеобразовательных учреждениях, то есть в школах, то сейчас немного не так все это происходит. Но хотя вот возьмите Ольгу Фокину, наша верхнитуемская поэтесса, ее книги продолжают издаваться, ее книги действительно востребованы. Новое имя на литературном сказочном небосклоне Архангельской области — это небезызвестный Иван Данилов. Мы его все знаем как Архангельского звонаря, а он еще и писал замечательные сказки. И вот эта книга стала действительно востребованной. Тираж уже закончился, а люди ее продолжают спрашивать, по ней ставят спектакли, делают по этой книге литературоведческие работы. Это говорит о востребованности книги. Но меня больше радует книга Натальи Летовой «16 весна». Это повесть для подростков. Вот это вот как раз вообще не занятая ниша. Никто не пишет для детей, для подростков, для молодежи в возрасте от 10 до 16 лет. А вот тут вот как раз очень душевная, мягкая, легкая, прекрасная вещь. Но о ней пока мало кто знает, об этом авторе. Ну и вот сейчас активно стал заниматься литературой Игорь Гуревич. Это его сборник стихов, но он пишет и прозу. И его востребованность стала сейчас видна, потому что он занимается самопродвижением. Мы ему помогаем в этом. Он выступает на литературных вечерах, делает презентации. Тамара Валентиновича, вот такой вопрос. А действительно в начале нового учебного года, вот с осени, будет открыто новое отделение в САФУ? Это отделение книгоиздательского дела? Да, наконец-то в Институте филологии и межкультурных коммуникаций САФУ открыли новое направление. Оно так и называется, книгоиздательское дело. Это связано с тем, что выпускать книги — это труд большого количества людей. И прежде всего редакторский. Чтобы сделать хорошую книгу, надо, чтобы она была вычитана с точки зрения редактуры. Корректор проверил наличие ошибок. И она была оформлена в соответствии, скажем так, с издательскими стандартами. То есть оформление тоже играет большую роль. Обложка должна соответствовать содержанию. И, естественно, расположение фотографий, текста, подбор шрифта, расположение материала на полосе — это тоже элемент культуры книги. Этому надо учить. Тамара Валентиновна, спасибо вам. Спасибо. У нас в студии была директора литературно-издательского центра «Лоция» Тамара Овчинникова. Продолжит выпуск новостной дайджест. Информация короткой строкой. На ремонт дорог Архангельска из бюджета выделено более 100 миллионов рублей. На эти деньги проведут текущий ремонт на нескольких объектах во всех округах города. На помощь муниципалитету в свое время пришла область, когда приняла программу развития Архангельска как областного центра. Но в этом году ее реализацию областные депутаты по инициативе правительства региона прекратили. На данный момент в мэрии города имеются четыре проекта по капитальному строительству реконструкции автомобильных дорог города Архангельска. Общая сумма 768 миллионов рублей. Данные проекты получили положительное заключение государственной экспертизы. Все эти мероприятия мы планировали реализовать в рамках программы Архангельска как областной центр. Но поскольку данная программа была, скажем так, приостановлена на 2014 год, мы фактически не приступили к реализации этих проектов. Скорое разрешение вопросов вполне возможно. Ситуация с областным бюджетом перестала быть напряженной. И мэр Архангельска Виктор Павленко обратился к губернатору Игорю Орлову с предложением возобновить работу программы. Цель конкретно – строительство и модернизация дорог областного центра. Задача, обозначенная президентом России – расселение ветхого и аварийного жилья и строительство нового – один из приоритетов в работе муниципальной власти. Сегодня этот вопрос решается в Северном округе. Три социальных дома там уже построено, возводятся еще три. Началось строительство в Цыгламине. Там возводят целый микрорайон. Однако при годовом бюджете Архангельска, менее чем 7 миллиардов рублей, работа эта не может идти быстрыми темпами. Мы каждый год строим, переселяем людей. Но кроме этого есть уже полторы тысячи, там уже побольше, наверное, 1700 судебных решений. То есть уже из той очереди, которая у нас есть и требует расселения людей, есть уже своя очередь по исполнению судебных решений. Я не раз обращался по этому поводу в правительство области, но, к сожалению, помощи в этом плане нет. Поэтому мы даже вот в рамках такого сложного бюджета, мы предусмотрели, ну пока 50 миллионов рублей, и будем смотреть еще возможные варианты дополнительных средств для исполнения судебных решений. Вариантов найдено несколько. Среди них расселение граждан из ветхого жилья за счет застройщиков, которым выделяется земля, и привлечение федеральных средств на строительство социального жилья. Поддержка региональной и федеральной власти в этом вопросе значительно ускорила бы решение важной для областного центра задачи. День открытых дверей в правительстве Поморья проводится для глав, специалистов представительных органов местного самоуправления, которые в ближайшее время ждут большие изменения. Такая акция проводится впервые. В ходе ее состоятся личные встречи с министрами и их заместителями и направлены на повышение эффективности взаимодействия всех уровней власти. Мэрия Архангельска, Федерация легкой атлетики Архангельской области, редакция газеты «Архангельск. Город воинской славы» приглашают горожан принять участие в конкурсе детских рисунков и фотографий «Майская эстафета-2014». Конкурс детских рисунков проводится по 15 мая. Конкурс фотографий – 2 мая, в день проведения эстафеты. Рисунки и фотографии принимаются в редакции газеты «Архангельск. Город воинской славы» по адресу Тройский, 61. В Архангельске подвели итоги тотального диктанта. Напомним, он впервые проводился в нашем городе. Его результаты превзошли самые смелые ожидания организаторов. Самому старшему участнику было 75 лет. Подробности в материале Виктора Кузнецова. Тотальный диктант по русскому языку родился в Новосибирске в 2004 году. За 10 лет он завоевал огромную популярность. Впервые присоединился к этой добровольной акции и Архангельск. Результаты превзошли все прогнозы организаторов и очень порадовали. Результаты хорошие. На самом деле, учитывая тот факт, что в этом году порядка двух тысяч всего лишь человек получили оценку «Отлично», в Архангельске у нас пять пятерок. Всего участие в написании тотального диктанта в Архангельске приняло 480 человек. Оценивала работы экспертная комиссия на базе САФУ. Все результаты, за исключением самых лучших, анонимны. Отличников ждали памятные дипломы и призы от спонсоров. Пятерку за диктант получили Елена Ленчукова, Алиса Козлякова, Полина Егорова, все ученицы 6-й гимназии, а также Елизавета Лихачева, сотрудник САФУ и директор Катунинской средней школы Наталья Мяндина. Как-то не зацикливалась на результате. Надеялась, что напишу ее хорошо. Не была уверена в пятерке, потому что диктант непростой. Вот я как филолог могу сказать, что там очень много таких случаев интересных, может быть даже спорных, да, авторских знаков. Вот. Но нет, у меня особого волнения не было, интерес был. Получить пятерку на тотальном диктанте считается высшим пилотажем. Ну а кого не вышло в этот раз, будет возможность повторить попытку следующей весной. Проведение тотального диктанта в Архангельске планируется сделать ежегодным. Виктор Кузнецов, Алексей Шершов, Панорама Севера. В Архангельских гостиных дворах открылась выставка «Первая мировая. Петергоф. Прелюдия трагедии». Передвижной выставочный проект посвящен столетию вступления России в Первую мировую войну. С уникальными экспонатами в инсеносной коллекции познакомилась Мария Воробьева. В северной части гостиных дворов в 1701 году размещались торговые, складские и жилые помещения. Для западноевропейских купцов, приезжающих в Архангельск. Они были разрушены в первой половине 20 века. Работы по реставрации северного корпуса начались в 2011 году. И вот оно, долгожданное открытие. Среди почетных гостей строители и реставраторы. Именно их руки восстанавливали исторический дух памятника каменного зодчества 17-18 веков. Новшества применяются, потому что материалы меняются в любом случае. Но пытались по максимуму придержаться старых технологий. Результатом довольны. Все выполнено, в принципе, на качественно хорошем уровне. Реставраторы трудились на славу. Только благодаря нашим с вами совместным усилиям мы сегодня имеем возможность открыть новые залы, объекты культурного наследия, Архангельский гостиный двор. И представить жителям и гостям нашего региона большой, на мой взгляд, очень значимый федеральный выставочный проект. В обновленных залах расположилась выставка «Петергов. Первая мировая. Прелюдия трагедии». Она посвящена началу Первой мировой войны. Здесь представлены личные вещи царской семьи Романовых. Этот первый крупный выставочный проект федерального уровня для Архангельска имеет особое значение. Это знаковое событие, что Архангельск, как первый морской порт, как город воинской славы, принимает экспозицию, посвященную началу Первой мировой войны. Потому что архангелогородцы только в первые дни, когда Россия вступила в Первую мировую войну, собрали большую сумму денег для фронта. В Архангельске было открыто 19 госпиталей для раненых бойцов Первой мировой войны. Именно с краеведческого музея, именно с посещения гостиных дворов юные архангелогородцы. Жители нашего города, гости нашего города познают славную историю, уже 430-летнюю историю славного города Архангельска. Открытие северного корпуса гостиного двора – это большой подарок Архангельску и его жителям в год 430-летия города. Именно с гостиных дворов начинался и начинается Архангельск – первый морской торговый порт России. Мария Воробьева, Ольга Красулина, Панорама Севера. Контрольный старт. В преддверии легендарной майской эстафеты команды почитателей легкой атлетики проводят последние боевые тренировки. Одной из них стала традиционная эстафета по улицам Соломбалы. Забеги состоялись в 47-й раз. На финише победителей встречал Константин Рудаков. Соломбальская эстафета ежегодно бьет рекорды популярности. 47-й по счету старт также не стал исключением. В этом году у нас заявилось 100 команд. Это 1080 человек. Это довольно-таки большое количество, больше, чем в прошлом году. У нас 14 команд детских садов. То есть это 100 человек. Поэтому я думаю, что эстафета будет проведена массово и на высоком уровне. По традиции последних десятилетий открывали программу соревнований малыши. Воспитанники детских садов сражались за победу на каждом участке дистанции. Сначала думала, что буду второй, а потом оказалось, что я первая самая. В итоге победу завоевали спортсмены детского сада номер 140 «Творчество». Юных спринтеров сменили на дистанции старшие товарищи. У мальчиков средних классов первыми на финише была команда Архангельской кадетской школы-интерната. У девочек сборная 37-й школы. Когда мне уже передавали палочку, я не видела даже другую школу, только нашу девочку. Все началось сначала, наверное, я не знаю, как это было. Я только видела, когда с пятого по шестой бежали, наша девочка тоже была впереди. И тогда я обрадовалась и побежала готовиться. У юношей старших классов вне конкуренции оказалась школа номер 43. А у девушек действующий чемпион майской эстафеты – команда школа номер 14, которая в этом году собирается повторить успех. Да, мы в том году выиграли. Настрой отличный, мы готовимся. Вот. Надеемся, что выиграем. Сможете побороться с нашей школой? Сможем. На то, чтобы подойти к майской эстафете в оптимальной форме, у команд осталось две недели. Главный старт сезона будет дан 2 мая в 11 часов утра на площади профсоюзов. 12-й открытый городской турнир по волейболу памяти Юрия Медуницына прошел в Архангельске и прошел с успехом. Об этом говорит и количество команд-участниц и неожиданные результаты финальных игр. На соревнованиях ежегодно собираются команды не только из Архангельска, но и из Северодвинска, Новодвинска, Онеги и других городов. Не обошлось в этот раз и без сенсаций. Общее число команд – 28 – стало наибольшим за всю историю турнира, а количество женских – рекордным. Не могли не удивить и итоги состязаний. Команда волейболисток спортшколы номер один в прошлом году была третьей, а в этом заняла долгожданное первое место. В этом году нам попалась очень удобная группа, чтобы выйти в финал. И мы очень долго стремились победить в Сафу, и мы доказали то, что мы можем играть. Пальму первенства турнира в своей группе взяла и мужская команда спортшколы номер один. Для них это также первая победа. Ну, все равно было не очень легко. Это интересно. Чем больше команд, тем больше опыта набирается. Количество участников и друзей турнира растет с каждым годом. Причем с 2012-го соревнования имеют статус международных. В них участвуют спортсмены из Норвегии. Успешно турнир справляется и с главной задачей – сохранение памяти о своем идейном вдохновителе Юрия Медуницыне. Самое главное, что этот турнир, он всегда ожидаем, и он как бы становится праздником волейбола. И все волейболисты – это не просто игроки, а вот это уже просто какие-то родственные души. И мы вот каждый год сами, вся наша семья ждем этого времени. Турнир памяти Юрия Медуницына проходит под патронатом мэра Архангельска Виктора Павленко. С Юрием Борисовичем они были друзьями, соратниками, единомышленниками. Турнир памяти Юрия Медуницына – это в свое родное такой спортивный праздник, который объединяет всех – и спортсменов, и болельщиков, и друзей, потому что мы спонсорами не называем, потому что друзья собираются, помогают и проводят этот спортивный праздник. Действительно, он такой объединяющий, и Юрий Борисович, как и когда-то в свое время, объединяет всех нас, объединяет к любому спорту, и, наверное, развитие спорта, развитие волейбола будет лучшей памятью о Юрии Борисовиче, о прекрасном руководителе, общественном деятеле, депутате областного собрания и просто замечательном человеке и прекрасном друге. Финальной точкой турнира стало вручение переходящих кубков имени Юрия Медуницына. Среди женских команд его обладателями стали спортсменки Дю США номер один, и уже в третий раз игроки мужской команды «Динамо» из Архангельска. Артемий Заварзин, Сергей Минин, «Панорама Севера». В заключении выпуска информация о курсе валют. По данным Центробанка на 22 апреля, доллар США 35 рублей 67 копеек, евро 49 рублей 30 копеек. Сразу после выпуска новостей в прямом эфире смотрите программу «В центре внимания». На ваши вопросы ответит глава администрации Ломоносовского округа Владимир Шадрин. Тема программы в центре внимания – благоустройство, уборка и озеленение территории. Мы обсудим самые житейские и насущные проблемы округа и вместе найдем решение. Сколько нужно дворников, а сколько их реально содержат управляющие компании и оплачивают жители. Звоните по телефону прямого эфира 639 717. Задавайте вопросы Владимиру Шадрину, главе администрации Ломоносовского округа города Архангельска. Это была информационная программа «Панорама Севера». Далее прогноз погоды, с которым нас познакомит Юнис Альшаруба. А я, Елена Гончарова, с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Новодвинская теплица Новодвинская теплица прочностью своей гордится. Сказочный модельный ряд – австрийский поликарбонат. Архангельск у стадиона Труд, Новодвинск, магазин «Меркурий». Всем привет! Это телеканал ПС и прогноз погоды с Юнисом. Понедельник – день тяжелый, как начальник, строгий, злой. Ведь ему обидно, что в субботу ты не взял его с собой. Выход прост. Устрой сегодня праздник. Понедельник – он простой. Посидели, поболтали. Вот и все, он в доску свой. О погоде на 21 апреля в Архангельской области. В Котласе ясная погода и плюс 9 на термометре. Ветер слабый. В Плесецке малооблачно, но тоже тепло. Плюс 10 температура воздуха. И Вельск неизменно остается лидером в этой таблице. Ясное небо и плюс 12 градусов. И о погоде в Эрхенджелск-Сити. Ясное бодрящее утро понедельника, плюс 2 на термометрах и слабый ветерок. Днем облачно и температура поднимется до плюс 9. И вечером плюс 5. Пасмурно – дождь. До встречи на телеканале ПС. Редактор субтитров А.Семкин